Ну что ж, дорогие мои друзья, товарищи, любимые и уважаемые подписчики, неравнодушные зрители и слушатели моего канала, и, конечно же, драгоценные мои граждане всех стран, кто следит за событиями, происходящие во всем мире, нашей стране, и, конечно же, за судьбой дела Влада Бахова. С вами я, общественный деятель, блогер Юриэль. Поговорю я о деле Влада Бахова завтра. А сегодня я хочу разобрать такую интересную, но очень животрепещущую тему, как патриотизм. Очень многие люди сегодня себя называют патриотами, но, к сожалению, таковыми не являются. Я, знаете, хотел бы рассказать, в первую очередь, что есть два вида патриотизма. Это, ну, собственно, подлинный патриотизм, истинный, ну и просто патриотизм. Вот такой вот. Я расскажу, наверное, отличия. Наверное, часто вы видели людей, которые расписывают себя в триколор, лицо там, какого цвета, белый, значит, синий, красный, ну, цвет нашей Российской Федерации. И кричат о том, что они патриоты, рвут на себе майки, у них аж пена изо рта идет прям, что вот они патриоты. Ну и, конечно же, они проклинают всех тех, кто каким-то образом, ну, может быть, косвенно, не косвенно является подражателем Запада. То есть, по их мнению, это то, что имеет человек, допустим, айфон в кармане, значит, все, продался Западу, значит, его тоже проклинают. Пользуешься Gillette Series, ну, то есть, вот этим бритвенными принадлежностями, которые принадлежат тоже европейским маркам, значит, все, продался Западу, получай проклятие. Ну, это вот так вот, понимаете, патриоты себя ведут. Но это, понимаете, патриотизм такой вот внешний, поверхностный или примитивный. С таким патриотизмом я очень часто сталкиваюсь. Мне пишут вот эти патриоты в комментариях и буквально засоряют мои видеороликами разного рода проклятиями. Вы знаете, в какой-то степени люди, хейтеры делают контент, но это уже переходит все границы. Они мне начинают писать, что, типа, чтобы я, как там они, значит, утонул. Что меня надо было убить в младенчестве. Что я продался за 30 серебряных, что я там такой-сякой, что я урод. В общем, называют меня злодеем, что я, ну, в общем, адский сатана я. А под каким это видеороликом мне это все пишут? Я напоминаю, что в прошлых своих видеороликах я говорил о том, насколько поднялись цены на сахар, на другие жизненно важные продукты, которые мы часто используем в обиходе. Там, стряпню какую-то делаем, допустим. Бабушки пекут из сахара, там, допустим, добавляют в него... Ну, сахар добавляют в булочки, например, там. Или варенье делают, ну, тоже же нужен сахар, правда же? И, естественно, это все подорожало. Также подорожали помидоры. Только в нашей Амурской области они стоят 400, 500, 600 рублей. Вы только вдумайтесь в эти цифры. В других даже вот таких крупных городах, как Москва и Питер, они стоят по 170 и 250. У нас в несколько раз дороже. Естественно, я выразил негодование по этому поводу. Я выразил все возможные возмущения, как это можно выразить. И тут под моими комментариями начали писать, что типа, я нагнетаю обстановку, что я такая мразь, что меня надо заткнуть, меня надо посадить, растоптать, разрезать и так далее. Что я думаю по этому поводу? Вы знаете, я надеюсь, что это просто психически неуравновешенные люди. Либо просто какие-то малолетки, которые просто, знаете, бушуют у них гормоны, и они не знают, куда эту энергию ссувать. Но когда я вижу на аватарке, я приглядываюсь, я беру очки, лупу, потому что я так плохо вижу. Вообще у меня зрение практически нулевое. Я когда вижу, что мне пишут-то вполне взрослая-то, мягко говоря, девушка, которой 55 лет на вид, пишет мне проклятие, что меня надо было, как там, утопить в младенчестве, вы знаете, невольно задумываешься, о всех ли победила Великая Отечественная война. У меня такое ощущение, как будто бы ростки фашизма, они, в общем-то, не все удалены с лица планеты. Каким-то чудом они произросли на нашей даже родине, матушке России. Вот это вот очень печально, и это не смешно, дорогие друзья. Среди своих у нас образовались фашисты. Страна, некогда победившая фашизм, вот понимаете, моя прабабушка, которая воевала, она в 17 лет пошла на войну, 24-го года рождения, понимаете, в 17 лет пошла на фронт. Участник войны, она делала победу. И мне стыдно, честно говоря, за то, что сейчас опять как грыжа вылазит вот этот вот фашизм, причем в нашей же стране. И это люди, которые называют себя патриотами. А я вам так скажу, истинный патриотизм заключается не в том, чтобы порвать на себе майку, разрисовать себя в триколор, в татуировке, сказать о том, что я патриот всея Руси или там России, и проклинать при этом американцев, проклинать всех тех, у кого имеется, допустим, техника Apple. А истинный патриотизм, это когда человек заботится о будущем, заботится о гражданах своей страны, прежде всего о людях, которые находятся в зоне риска, так называемого, то есть это те люди, которые не защищены социально. Это люди, во-первых, инвалиды, старики, пенсионеры, ну, по сути, это одно и то же, ветераны, это, конечно же, дети и сироты. Вот, вот это вот пять категорий, ну, я, может быть, не всех назвал, но вот самые такие незащищенные категории страны, они должны быть защищены государством. И тот человек, который переживает за этих людей, и причем не только переживает, но и старается что-то делать для них, хотя бы в рамках своих возможностей, вот, вот этот человек истинный патриот. И патриот, конечно же, это прежде всего, который помогает ближнему. И неважно, в какой это стране, во Франции, в Америке, в Испании, в России, на Украине, в Польше, даже на Юге Африке, он всегда будет патриотом, прежде всего, наверное, не той страны, в которой он родился, а патриот мира. Я могу привести цитату из Библии, но это даже не цитата, это целая притча. Вы, наверное, помните, когда Иисус Христос на Нагорной проповеди рассказывал притчу, когда добрый самарянин помог жертве разбоя. Но вот этот человек, который был избит, ограблен, там весь в ссадинах, порезах, синяках, он, естественно, остался ни с чем и просил подаяния, чтобы ему кто-то хоть помог, как-то выручил. И, значит, тут все проходят мимо. Даже священник, который на тот момент был служителем древнееврейского храма, тогда это был иудаизм, что это было? Истинная религия считалась, еще не было христианства. Естественно, вот этот священник говорит, что-то он какой-то чужой, это не из наших, я ему не буду помогать. Ну и проходит мимо себе на службу. Этот человек так и остался без помощи. Дальше проходит второй человек, ну тоже что-то говорит, он, по-моему, тоже какой-то знатный человек, он набожный, якобы. Проходит мимо, ну и говорит, ну, наверное, какой-то язычник, я ему не буду помогать, потому что он не из наших. И, наконец-таки, тут проходит самарянин. Самарянин, ну это человек, который отличался от всех, то есть он не принадлежал никакой вот этой конфессии, он, скорее всего, тоже был сам язычником, может быть, какой-то был представитель другой, другого племени, тогда еще не было понятия, как вот, ну, как сейчас города, там, государства, да, то есть это был человек из другого какого-то клана, сообщества. И вот этот человек помог вот этому бедному, избитому, ограбленному, ну, по сути, жертве, набега, как я уже сказал, разбоя и отдает ему все, что имеет, то есть до последнего. И потом еще, знаете, говорит как, что я, если ты попросишь еще, я постараюсь для тебя еще дать, ну, там, я тебе еще дам, о чем ты попросишь. Вот она, настоящее, вот, настоящее соблюдение заповеди. Помоги ближнему. И вот в этом как раз-таки заключается патриотизм. И вот человек, который помогает ближнему, не важно, кто он по национальности, не важно, кому он помогает, кто тот человек является по национальности, не важно вообще, какой религии относятся, какой конфессии, какой профессии, какого образования и какого социального статуса. если помогает человек ближнему, это всегда, вот, это действительно настоящий патриот. Причем, патриот не только своей страны, но и царствия небесного, потому что сказано, ищите прежде царствия небесного, потому что оно не от мира сего. И это сказано и не только в Библии, это еще и в Коране можно найти, ну ладно, я все-таки больше ориентируюсь на Библию, потому что все-таки как бы я не мусульманин, но при этом тоже испытываю симпатию некоторую к исламу. Но вот, понимаете, в чем дело, в чем-то различие патриотизма. К сожалению, сегодня очень мало подобных патриотов, которые помогают ближнему, по-настоящему. А ведь действительно, если бы было как можно больше именно таких людей, как вот этот библейский самарянин, тогда бы мы бы уже давно бы были процветающей страной. Но почему-то у нас существует очень много таких вот, знаете, диванных не то, что героев, героев в кавычках, которые пишут гадости, которые просто, наверное, я не знаю, руки чешутся, зудят, и они лишь бы как-то потешить свое самолюбие, ну, потому что нечем им гордиться, они ничего не создали. И, конечно, надо, знаете, принизить того человека, кто, по их мнению, считается каким-то конкурентом. Ну, вот я, например, потому что они прекрасно понимают, что я больше сделал в своей жизни, чем вот эти вот, ну, за свою сознательную вот эту жизнь, потому что я художник, я человек-мыслитель, вот, а эти люди ничего не создали, и поэтому они себя мнят, что вот они герои, на самом деле, конечно же, они никто. Так вот, дорогие друзья, вы поняли суть. Вот, кто такие настоящие патриоты, тот, кто помогает ближнему своему. Много ли у нас среди нас таких? Я думаю, что только по пальцам пересчитать. Друзья мои, не берите пример с таких людей. людей, это ну, просто такие ограниченные люди, которым не хватает, наверное, ни серого вещества, это просто их зависть. Как-то так, дорогие мои друзья. Мне обидно, что среди наших чиновников, которые тоже говорят слишком много о патриотизме, они соответствуют тому духу патриотизма, который написан в той же самой Библии, в притче. И вот это очень печально, дорогие друзья. Ну, будем мы следить за событиями. Самое главное, будем, наверное, как-то помогать людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, хотя бы оказывать моральную поддержку, дорогие друзья. Потому что когда человек вот пишет, допустим, пожелание, что тебя надо было утопить в младенчестве, вы знаете, это даже не то, что не является патриотизмом, это уже фашизм. Это уже по сути не смешно. всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видеоролике, до скорой встречи, и конечно же пишите комментарии, берегите себя и своих близких. до скорой